С цветами к вечному огню Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Ура! 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 Нет семьи, которой бы не коснулась война. В Парке Победы сегодня казанцы от мала до велика. Вечно хранят память здесь даже деревья 1418 высаженные по количеству страшных дней и ночей Великой Отечественной. Для семьи Ахмадеевых сегодня и правда праздник со слезами на глазах. Каждый год они приходили сюда со своей мамой и бабушкой. Труженица тыла работала в колхозе, шила для фронта одежду и отправляла провизию. До этого дня она не дожила два месяца. Она так ждала сегодняшнего дня Победы. 9 мая. Каждый год она ждала это 9 мая. Мы до сих пор не можем понять, что ее нет. Память тех, кого рядом с нами уже нет, почтили сегодня и на Архангельском кладбище. Вместе с ветеранами цветы возложил председатель госсовета Фарид Мухаммедшин. На надгробьях имена двух тысяч солдат. Благодарю тех защитников, тех участников Великой Отечественной войны, которые сегодня уже в преклонном возрасте пришли отдать дань уважения и памяти. И хочу сказать, что так будет всегда, ибо такой кровопролитной войны еще мир никогда на себе не испытывал. На Арском кладбище цветы к воинским захоронениям и обилию скупавшим в годы войны возложил премьер-министр Алексей Писошин. Следом минута молчания и тройной залп оружия. Лина Зинатульна, Эльшат Мухаммедов, Андрес Интальцев, Амир Залишов, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова